Ну давай гуди быстрей! Всем привет! Продолжаю пробовать всякие штуки и я не рискнула это все выпустить одним роликом. И поэтому второе видео у нас будет о тенях Color Tattoo. Это тоже Maybelline. И у меня два оттенка. Один тридцать пятый On and On Browse. И второй у меня восемьдесят седьмой Mouth Rush. Почему я выбрала два этих оттенка? Бронзовый и такой голубоватый хамелеон, как я его называю, потому что он реально переливается. Ну если не разными цветами, то голубо-синий-фиолетовым, где-то сероватым точно. Почему я решила попробовать эти тени? Потому что раньше у меня в принципе были такие тени, но не в таких оттенках. У меня были кремовые тени черные и серые. Я ими пользовалась как просто подводкой и супер, кстати, вам скажу. В этот раз я взяла вот такие просто шикарные оттенки. Тестеров, конечно, не было. Я боялась, что вот этот оттенок меня просто бесить будет. Но нет. Я хотела снять отдельный макияж на эту тему, но решила не стоит. Нужно потестить, познакомиться. Еще не наносила. Только сводчила. Они набираются хорошо. Я думаю, все об этом знают. И передаются тоже хорошо. Вот такие вот два оттенка. Просто вот термоядерные, как мне кажется. Это что ни на есть осенний такой цвет. Да и в принципе на каждый день он подойдет. Но вот этот синий это что-то с чем-то. Я хочу в общем сейчас попробовать с вами. Потестировать. И сделать какой-никакой макияж. Правда проблема в том, что я никуда сегодня не собираюсь. И в общем-то у меня и базы-то для теней нет. Потому что я уже давно не бьюти-блогер. Потянула меня именно снимать такие ролики. Как вы можете видеть, цвет просто великолепный. Хотя мне кажется, камера его как раз таки вот передает таким именно продавщица-продавщица. В жизни он совсем такой еле заметный на глазах. Где-то какая-то отдаленная дымка. В общем, короче, цвет этот очень классный. И мне кажется, вот новогодние какие-то праздничные макияжи как раз таки можно было бы с таким оттенком делать. Я думаю, в принципе, многие и делают. Это я деревня. Я давно уже не покупала вообще какую-то такую косметику. Больше как-то все уходовую. И дальше я буду просто растушевочной кистью наносить вот этот оттенок бронзовый. Попробую сделать переход. Блин, не набирается вообще никак. Ой, бог ты мой. Как оказалось, продукта у меня больше, чем нужно на глазах. Ну, как-то так, короче. Так, я подсмыла второй глаз, потому что не хочу делать второй глаз именно таким же. Попробовать хочу обычный моно-макияж вот этими бронзовыми тенями. Я слышала, что они очень хороши именно для мономакияжа. И вот мне интересно просто протестить. Когда вообще пришла в магазин, такое изобилие я не видела никогда в магазинах. Все цвета, просто все есть. Честно, я хотела взять, ну, блин, ну, чуть ли не все. Мне очень нравится там такой золотистый цвет. Я его очень хотела. Но не такой вот золотой есть, ядреный. А он именно такой больше бело-золотой, что ли. И выбирала либо этот, либо тот золотой взять. Но золотой я больше хочу на лето. Даже если не использовать его именно так, то можно делать, допустим, стрелку цветную. И я думаю, будет круто смотреться. Как вы видите, бронзовые тени нанесены. И супер вообще смотрится. Если стрелку сделать или просто накрасить ресницы, то вообще круто. Попробовать сделать стрелку. Ну, короче, как-то так. Какой вам вариант? Нанесение нравится больше. Мне вот этот вот больше нравится. Даже можно без этого сочетания. Просто можно монострелку делать вот этим. Либо просто моно тени наносить на все века. Но получше, чем вот этот вариант. Этот он более какой-то такой карнавальный. Какой-то праздничный, наверное. Короче, я бы с вот таким вот именно макияжем не вышла на улицу. Хотя... Мне нравятся эти тени. Я от них балдею. Нужно еще каких-нибудь оттенков прикупить. А то у меня практически вообще нет косметики. Именно такой хороший, который я могу пользоваться. Честно, я просто повыбрасывала все. Меня это задолбало. Ну, а теперь опять же трачу деньги и все это покупаю. Где смысл? Я надеюсь, вам понравилось это видео. Оставляйте свои варианты, какой вам больше понравился. Первый или второй. Левый или правый. А я с вами прощаюсь. И... Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok